Ребятушки, всем привет! Вы на канале Джонни Кэтсел и это вновь игра World of Warships. Посмотрим на крейсер Содружества 2 уровня Encounter. Понравится гайд? Подписывайся на все мои площадки. А также, если хочешь залететь в WoW, скачай группу в моей ссылке в описании, получишь крутые бонусы для старта, которые помогли и мне. Содружество, Encounter, бронирование. Оконечки 25 мм, палуба 27, скос 27, корма 25. Все это легко пробивается с линкоров. Помимо этого, брони башен нет. И они иногда критуются с фугасов. Хоть и крейсер тяжелый, но также легко здесь пробивается статадель. Она, как у восьмерки, 152 мм, но высоко точит из-под воды. И пробить такой слой тяжелым крейсером, ну уж тем более линкором, абсолютно легко. Еще большая проблема, это то, что ваша стель пробивается через нос. Здесь 152 мм и нос работает практически как борт. То есть без разницы стреляет он в борт или в нос, эффект одинаковый. Также и в корму прилетает статадель. Поэтому Encounter не предназначен для танковки, ибо линкор вас сможет шотнуть в любую проекцию. Старайтесь минимизировать выстрелы противника по вам, используя дымы, либо естественные препятствия. Запас прочности у крейсера Стодружества. Сторг на 1700 хп, но можно еще взять перк на боеспособность. ПТЗ 13%. Вооружение представлено тремя башнями, по три орудия калибром 203 мм. Перезарядка не особо быстрая, 8,6 секунды. Поворот на 180-30 секунд. Дальность 16,5 км. На вооружении есть фугасы 2950 и подкрученный шанс пожара целых 20%. Так что Encounter поджигает действительно хорошо. Бронепробитие 34 мм. Этого хватает, чтобы бить и конечки линкоров и корпуса британцев, либо французов. Также альтернирный снаряд бронебойный. Максималка 4350 и им логично стрелять под седелем крейсеров. Баллистика не самая лучшая и реально рабочая дистанция здесь средне-ближняя до примерно 14 км. Дальше попадать тяжело. Зато мне понравилась точность этих пушек. Снаряды очень плотно летят друг к другу и попасть можно даже всеми девятью стволами. Торпеды у Encounter, в отличие от Околона, идут дальше. Дистанция 13,5 км. Это много, как у эсминца Юянг. Их 4 штуки с борта на борт. Урон 16767, скорость 65 узлов, заметность 1,3 км и перезадетка 96 секунд. Неплохие торпеды. Работают по принципу пустил и забыл. На них кто-то реально натыкается. При этом это отличный способ потопить неприятеля в ближнем бою. ПО Encounter оценили в 61 и он очень слабый против авиков. Дальность льбы 5,8 и на меня легко заходил даже восьмой авик. Причем делал несколько атак. Без заградки шансов отбиться от авиации точно нет. Максимальная скорость хода 34,7 узла. И крейсер не очень быстрый по меркам своего класса. Циркуляция 810 метров. Перекладка с рулями за дволяма 6,2 секунды. Маскировка 11,7 км. Но это его непредельный инвиз. Снаряжение. Хилкинон 9 уровня это уже стандарт. Дымы малого хода, к которым вы должны были уже привыкнуть, качав эту ветку. Подводный поиск. Дистанция обнажения подлодок 8 км. Работает 20 секунд. 3 заряда. И гап либо заградка на выбор. Также отмечу фишка энкантера. Это авиаудар глубоководных бомб. Здесь 3 заряда с дальностью 10 км. Против подлодок крейсер Содружество супер опасен. В комбинации с подводным поиском и авиаударами их уничтожает. Сборка у вас на экране. Беру рули плюс разгон. И в 6 слот перезарядка. Дальности здесь хватает. И кэп. Билд практически стандартный, как и на большинство крейсеров. Подготовили энкантер. Погнали смотреть бой и делать выводы. Карта 2 брата. Бой со стрима. Условия очень неплохие. Здесь я в топе списка. И как видите, разыграю левую сторону. Точку D. Здесь есть дополнительный остров. И за ним можно отлично прятаться. А энкантер, как и его предшественник Околанд, это крейсер ближнего и среднего боя. Он любит агрессию из-за своей специфичной баллистики. Но для того, чтобы выживать на таких близких дистанциях, у вас есть дымы. 64 тысячи урона набил. Работал по руну. Теперь ждем Миннесоту. И, кстати, вы могли заметить минус крейсера. Это его плохая броня. Американский линкор. Мне без проблем выбил цитадель. Блэндом в дымы. И цитадели здесь очень легко вылетают. В нос вас могут просто шотнуть. Через палубу она также выбивается. Короче, любые залпы от линкоров вы должны не ловить. Если крейсера еще более-менее вы можете ромбом танковать, то калибры линкоров пробивают вам 25 мм в нос. И взрываются в цитадели. Так как передний траверс под прямым углом 152 также вас не защищает. По сути, инкантер это логичное продолжение оклона. С ростом уровня у вас улучшилось хп, перезарядка. И кораблик поприятней. Но как будто покартонней на своем уровне, в отличие от восьмерки. Понравился ли мне инкантер? Он не вызывал негатива. Его проходить в целом комфортно. Но в душу он не запал. И по сути это скип корабль. Весь сок сконцентрирован на десятке. Его Церберус я и хочу забрать. Итак, 80 тысяч. Кстати, из забавного здесь далеко пуляет ПМК. Продолжаю разыгрывать этот остров. И по центру прет мой предшественник. Это оклан. Создает опасность. Через кишку заходит на точку Б. Что мне понравилось в инкантере? Его шанс пожара. Он действительно здесь крутой. Это 20%. И... Разжигает он пожар на палубе без проблем. Особенно если у противника нет противопожарки. Ну и также у орудий приятная точность. За счет этого можно выцеливать и оконечки и вешать, например, дополнительный пожар. Либо эффективно бить стадели вблизи к крейсерам. Ибо разлет орудий тебя вряд ли подведет. Ну и еще дымы. Их реализация также добавляет изюминки в геймплей. Так что ветку качайте. Я думаю, для вас она также будет интересна. Напоминает чем-то Голиаф. Но с дымами, без чит и хилки и с худшей броней. Что касается вооружения против ПЛ. На девятом уровне я встречал еще меньше подлодок. И практически нигде не мог его применить. То есть либо не было подлодки, либо она резалась на другом фланге. Я даже с ней не сталкивался. Если на восьмерке еще борьба как-то возникала, то на девятке нет. Возможно это сказывается из-за того, что здесь просто меньше подлодок. Так как они порезаны. Но даже если подлодок нет в бою. Применение авиаудару вы можете найти. Его кидать за острова. И если противник не выключил ПО, вы увидите его трассеры. И за счет этого поймете где он находится. А авиаударов здесь целых три штуки. Поэтому собирать информацию за счет трассеров ПО на инкаунтере отлично. Дымы сейчас не реализовались. Так как свечусь от гапа Оклана. Я думаю это новичок. Он сейчас очень фатально выйдет. И по сути броня Оклана такая же как у инкантера. Поэтому вы увидите как легко этот крейсер получит урон и цитаделится. Я уже приготовился. Зарядил бронебойки. Калибр все таки 203. Это неплохой стандарт. Я здесь думал Окланд выйдет на 1.4 в дымах. И таким образом в дымах малого хода он не будет светиться на этой скорости. Не будет стрелять и кинет торпеды. Почему он не должен стрелять? Так как заметность из дымов высокая. Около 7-8 километров. Но он совершит ошибку. Он делает залп, засвечивается и даже не скидывает торпеды. Я же его уничтожаю. 9 стаделей и противник в порту. Ну и посмотрите опять же какая была приятная точность. Ну например играя на дымоне. Все таки ощущается американец гораздо косее. Хоть и у него свои преимущества и дискрострельности. 123000 перевес на нашей стороне. У нас больше очков. Я принимаю решение просто взять точку Б. Так как я качаю корабль и опыт мне нужен. Миннесота и вами. Но с открытой воды все равно на инкантере стрелять тяжело. Так как у него нету скорости, хорошей манерности. И ставить стадель куда угодно. Поэтому сражаться с линкором без островов, без дымов. Здесь может быть фатально для вас. Запрашиваю дымы у эсминца. И немецкий ЦЭТ скидывает дыму и завесу. Спасибо ему. Таким образом мне не нужно использовать свои дымы. По крайней мере сейчас. А когда пройдут немецкие дымы, я использую свой заряд. И таким образом буду в дымах очень большое количество времени. Короче, крутая комбинация у нас здесь получилась. И я безнаказанно расстреливаю и вами, и Миннесоту. Но будьте осторожны. Все-таки вас могут забландить. И как это нужно делать? Если энкаунтер стреляет в вас из девяти снарядов, то он точно бортом. И его можно забландить и кинуть между двумя. Передним башнями и последним кормовой. Главное взять нормально по вертикали упреждения и убивать ему стадель. Контрите его. При этом дымы малого хода. Хоть и в них можно перемещаться на 1-4. Иногда чуть-чуть дожимать на 1-2 и сбрасывать. Но круг дымов маленький. Маленькая площадь дымов. И в этом небольшом кружке действительно крейси Содружества вполне можно нащупать и отправить на дно. Либо, допустим, нагружается авиацией. Также торпедами его выгонять. Хоть есть габ, но это его заставит ошибиться. А если он сожрет торпеду, то при полхом ПТЗ это будет для него очень ощутимо. И ударит сильно по боеспособности. Ну что, добираем 150 тысяч. Смотрите, 10 пожаров. И если сражается с Инкантором, не забывайте про его торпеды на 13,5 километров. А также про то, что он легко поджигает. И точно не чинить один пожар против крейсера Содружества. Иначе, если там опытный противник, то он вам повесит 2, а то и 3. После аварийки. 5 противников остается. Миннесота уже была уничтожена. Но я, наверное, это не заметил. Скинул просто так торпеды. Ну а теперь иду на точку D. В планах догнать Кагу. И вами. Нет, не и вами там. А маги. Остался. Пишите в комментариях, что думаете про крейсер Инканта. Какие еще хотите корабли. И дальше у меня в планах, если будет энтузиазм и серебро, начну качать ветку альтеративно-американских авианосцев. Так как их нет в мире кораблей. Понравился мне, на самом деле, еще расклад команд на Европе. Больше мяса по ощущениям. Бои чуть-чуть позатяжнее. И за счет этого добивать также урон можно больше. И противники здесь опытней. Но это даже плюс. Дополнительный вызов. Играть сложнее. Играть интересней. Но в мире кораблей свои преимущества. Например, универсальная заметность из дымов при стрельбе мне зашла. Здесь приходится выдумывать, предполагать, через сколько засветится крейсер или другой корабль из дымов. А в мире корабля я знаю, что это 6 либо 9 километров. Свои ветки интересные. Куча советских кораблей добавляют. Ну, не будем говорить, какая игра лучше или хуже. Я пока планирую просто играть в две игры сразу. Но при этом основной аккаунт остается у меня на мире кораблей. Так как там куча техники. А здесь серебро уже практически на нуле. И да, это проблема, ребят. Если вы скачаете без морского братства или у вас будут бои не очень, то серебро к восьмерке по сути у вас закончится. Я продавал все, что ниже. Потом продал репалс. Это еще где-то 4 ляма. Продал эмда. Ну, двойка мне вообще не нужна. Это еще где-то лям. И на скрепт на инкаутер. Но минус это то, что открывается имущество. Не сразу. Нужно сыграть, наверное, боев 70. И только тогда можно все начать продавать ненужное. И это плюс деньги. До имущества мне осталось боев 9. Ну, как раз к десятке успеется открыться. Атака от авика. И вы можете смотреть, что я не сбиваю самолеты Каги. Если бы я был один, и она прожимала хилку, две атаки она точно делает. Победа! 151 тысяча. Первое место. Таким получился крейсерство дружества. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь. Удачи вам. Всем пока.